Продолжаю сегодня делиться своей методикой, благодаря которому мои ученики играют двумя руками за два месяца. Сегодня мы говорим о том, как же учить произведения так, чтобы помнить их через два-три года и дольше. Давайте разберемся, как обычно происходит. Мы учим произведение наизусть. Играем его от начала до конца, от начала до конца и, в принципе, надеемся на то, что оно у нас запомнится. Ну, конечно, мы тратим столько времени, столько сил и надеемся, что это инвестиция в наш золотой репертуар. И когда я тоже учу произведения, я всегда надеюсь на то, что в любой момент, когда я приду с работы, когда у меня будет плохое настроение, допустим, я подойду к фортепиано, открою свою тайную коробочку и вытащу оттуда то произведение, которое поднимет мне настроение. Либо когда я прихожу в гости к друзьям, и они просят у меня, Валь, сыграешь что-нибудь? Я сяду за фортепиано и сыграю это произведение. Звучит как фантастика, но давайте разбираться. На самом деле, если вы учите произведение по той обычной схеме, когда вы играете от начала до конца, от начала до конца, и я скажу, это неплохая схема, в принципе, так поступает много людей. И уча произведение именно по такой схеме, через месяц вы будете помнить 60%, через полгода 20% от этой песни, а через год вы можете даже и не вспомнить, с какой ноты она начиналась. И давайте посчитаем, за два месяца примерно вы учите где-то две песни, ну, плюс-минус два месяца. Вы тратите время на то, чтобы их выучить, разобрать, и за год, исходя по такой логике, вы должны иметь в своем запасе 12 песен. Но такого не происходит. И я думаю, что тут именно проблема в том, что вы не знаете того метода и такого алгоритма, чтобы учить произведение и помнить его надолго. Сейчас я вам расскажу именно тот алгоритм, который состоит из пяти пунктов, и вы можете это записывать, либо делать скриншот, или запоминать. Но лучше, конечно же, записывать. Первое действие – прослушать песню в двух-трех исполнениях различных. То есть вы должны послушать разные интерпретации и подумать, что вам больше нравится, что ближе, и уже исходя из этого выбирать. Дальше. Второй этап – это разбор нотного текста. Очень всем известный этап, который занимает довольно-таки длительное время. И это самый длинный и трудоемкий этап. Тут вы разбираете длительности, ноты, работаете над ошибками, смотрите, чтобы весь нотный текст был почищен. Третий этап – это запоминание. Учим нотный текст наизусть для того, чтобы так, чтобы вы могли бы закрыть песню и ее сыграть на фортепиано. Этот период занимает где-то 2-3 недели в зависимости от сложности песни и от соотношения вашего уровня и уровня песни. Тут, конечно же, нужно иметь в виду о том, что песня должна быть на чуть-чуть сложнее вашего уровня. И это, кстати, ошибка многих людей, которые самостоятельно занимаются на фортепиано, о том, что они выбирают слишком сложное произведение для своего уровня, ну и как в итоге не рассчитывают своей силой, потом разочаровываются и бросают. Поэтому плюс, когда вы занимаетесь профессиональным педагогом, в том, что он подберет вам именно для вас тот уровень необходимый. Четвертый уровень – это создание образа. Сюда входит расставление динамики, темпа, агогики и педали. И пятый этап – самый сложный. И вот тут будьте внимательны. Я ничего не путаю. Это игра произведения без нот и без инструмента. Сейчас более подробно расскажу. Обычно 70% музыкантов доходит до третьего уровня. То есть просто заканчивают учить, думая, что все, готово. Остальные 20% доходят до четвертого уровня, создают образ, но все равно где-то тормозят, потому что не все термины знакомы. Допустим, легата, фирмата, покопиомоса и все остальное. И только 5% добираются до последнего этапа. Это когда вы можете закрыть ноты, отойти от инструмента и в голове воспроизвести ту мелодию, представляя, как вы нажимаете пальцами на клавиши. Считаете, что это невозможно? А вы представьте дорогу от вашего дома до любимого кафе. Представьте, как вы идете по дороге, где вы сворачиваете, какого цвета витрина в вашем кафе. Представили? Так вот, смотрите, вы в голове можете воспроизвести вот этот маршрут от одной точки до второй точки. Так в чем же проблема воспроизвести маршрут от первой ноты до последней ноты? Я думаю, что эта проблема не в том, что, к примеру, кто-то не может это сделать, а просто в том, что вам не говорили об этом раньше, и вы не заостряли свое внимание на том, что можно проводить маршрут от ноты до ноты. И вот тут еще такой момент. Вам нужно не просто воспроизвести мелодию, а сделать ее со всеми-всеми нюансами. Допустим, используя пиано, форте, окрашивая эту музыку в какую-то эмоцию. Наш мозг, а именно эмоциональный интеллект, очень здорово запоминает информацию, когда она у нас прокручивается в голове, когда мы ее еще окрашиваем какой-то эмоцией и придаем ей какую-то значимость. И вот именно вот эти тонкости, если вы сможете сделать пятый уровень, то это будет означать, что вы запомните это произведение надолго. И если вы уже сможете ее воспроизвести, песня у себя в голове, то на фортепиано точно вы с этим справитесь. И я занимаюсь именно тем, что рассказываю людям именно от этой методики, как учить песни и как их помнить на долгое время, как быстро читать ноты с листа. И повторюсь еще раз о том, что эта методика не моя авторская, это методика, которую я узнала в консерватории. И на самом деле я не знаю, чья эта методика, она как-то так сформировалась с помощью всех умов, всех музыкантов, но почему-то очень мало, кто преподает эту методику и кто о ней рассказывает. Поэтому вы тоже можете присоединиться к моим ученикам и обучаться так, чтобы вы видели результат уже через два месяца, могли играть двумя руками любимое произведение на фортепиано. Вы можете ознакомиться с сценами, которые ниже, с специальным предложением и записываться ко мне на индивидуальные уроки. Повторю о том, что это не курс, это не то, что я вам дам видео и вы занимаетесь как хотите, а мы будем выстраивать индивидуальный план и будем двигаться с той скоростью, которая вам комфортна, постепенно усложняя задачи и достигая своих результатов.